МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Жители Мордовии продолжают доверять телефонным мошенникам. 47-летняя жительница Саранска перевела на их счета почти полмиллиона рублей под предлогом сохранения наличности от несанкционированных действий. При этом неизвестный по телефону запретил кому-либо рассказывать о данном факте. 34-летняя жительница Розаевки лишилась почти 700 тысяч рублей, сообщив злоумышленнику конфиденциальные данные от своего личного кабинета на портале госуслуги. Получив доступ к учетной записи, злоумышленник блокировал ее работу. Через несколько минут заявительница получила сообщение в мессенджере о преступном посягательстве на ее банковские счета. Для предотвращения этих несанкционированных действий незнакомец убедил женщину оформить в банке кредит на сумму 700 тысяч рублей, 684 тысячи из которых она через банкомат перевела на указанный мошенникам счет. Осознав произошедшее, гражданка обратилась в полицию. В настоящее время по фактам мошенничества проводится проверка. Уважаемые граждане, никому не сообщайте конфиденциальные данные своих банковских карт и личных кабинетов. Так вы открываете мошенникам доступ к своим сбережениям. При поступлении подобных звонков МВД по Республике Мордовия настоятельно рекомендует прервать разговор и лично обратиться в банк. Приговор выслушал 18-летний житель Саранска за хранение Гашиша. Фигурант был задержан сотрудниками УНК МВД по Республике Мордовия в ходе реализации оперативной информации вечером 19 марта на автодороге Лямберского района. При личном досмотре в кармане его джинсов полицейские обнаружили полимерный пакет с Гашишем массой более 96 граммов. Наркотики молодой человек заказал через интернет, внес предоплату 88 тысяч рублей, после чего получил координаты закладки. Со своим знакомым он приехал в лес около села Саловка, но на обратном пути машину остановили оперативники УНК регионального МВД. Пакет с Гашишем полицейские изъяли у фигуранта. Вину в содеянном он признал полностью. Приговором суда ему назначено 3 года лишения свободы условно, с испытательным сроком 2 года и штраф в размере 50 тысяч рублей. Сотрудники подразделения по вопросам миграции выявили факт нарушения миграционного законодательства. По предварительным данным, 57-летний житель Саранска в июне эффективно поставил на миграционный учет в принадлежащей ему квартире до августа текущего года троих граждан Республики Узбекистан в возрасте от 21 до 24 лет, без намерения предоставлять им помещение для пребывания и проживания. Фактически указанные лица проживали по другим адресам в Саранске. В настоящее время по данному факту проводится проверка. Житель Старошайговского района обокрал односельчанку. 40-летний мужчина помог женщине донести сумки до рейсового автобуса, на котором она уезжала из районов Саранск. А потом, воспользовавшись ее отсутствием, забрался в дом и вытащил из кладовой бутылки с алкоголем, продукты и цифровой приемник. Добычу отнес к себе домой. По возвращении хозяйка обнаружила пропажу и сообщила в полицию. Личность злоумышленника оперативники установили в кратчайшие сроки. Ранее неоднократно судимый мужчина был задержан. В отделе полиции он полностью признал свою вину. Приговором суда, путем частичного сложения, назначенного ранее наказания, житель Старошайговского района осужден на 2 года 7 месяцев лишения свободы в исправительной колонии строгого режима. Заведомо ложный донос обернулся для 34-летнего жителя Саранска исправительными работами. Мужчина обратился в полицию Чамзинского района с заявлением о необоснованных звонках коллекторов с требованием произвести оплату долга за взятые ранее микрозаймы. При этом он утверждал, что кредиты в микрофинансовых организациях на свое имя не оформлял. Выяснилось, что с 26 октября по 13 ноября прошлого года заявитель лично приходил в кредитные организации и оформил 5 займов на общую сумму 55 648 рублей. Выплачивать долги он не захотел и решил обратиться в полицию с заведомо ложным сообщением. В ходе следствия свидетели подтвердили недостоверность его слов и заявитель был вынужден признаться, что совершил ложный донос. Приговором суда ему назначено наказание в виде 8 месяцев исправительных работ. Массовая авария произошла 21 июня в Саранске на улице Старопосадской. 43-летняя женщина за рулем Эксида, поворачивая налево, не уступила дорогу Рено Логан под управлением 21-летнего молодого человека. После столкновения Рено отбросило на «Шевроле Ланос», которая двигалась по соседней полосе дороги в попутном направлении. В результате ДТП водители и 21-летние пассажиры Рено с различными травмами доставлялись в больницу. Из-за нарушения правил дорожного движения произошла авария 22 июня в Саранске на улице Невского. 53-летний мужчина на «Вольво» при выезде со второстепенной дороги на главную не пропустил «Шевроле Авео» под управлением 25-летнего молодого человека. В результате ДТП водитель «Шевроле Авео» получил ушибы. Два ребенка пострадали в аварии, которая произошла в Темниковском районе 22 июня. Здесь перевернулся автомобиль «Шевроле Ланос». По предварительной информации, 68-летний водитель выбрал небезопасную скорость движения, в результате чего не справился с управлением, и машина слетела в кювет и перевернулась. Травмы получили 13, 16 и 45-летние пассажиры «Шевроле Ланос». Пассажир получил травму при падении в автобусе в Саранске. Водитель резко затормозил перед светофором, что и спровоцировало падение. Не удержался на ногах 87-летний мужчина. Ему потребовалась медицинская помощь. Трагедия произошла в селе Старая Самаевка Ковылкинского района. Под колесами Hyundai Solaris погибла 60-летняя женщина. Она пыталась остановить машину, которая внезапно покатилась. В результате ДТП пешеход получил тяжелые травмы, от которых скончалась в карете скорой. 19-летний мотоциклист попал в аварию в Зубово-Полянском районе. Ему не уступил дорогу в нарушении правил дорожного движения водитель Mitsubishi Pajero, из-за чего и произошло столкновение. В результате ДТП водитель мотоцикла с различными травмами госпитализирован. Массовая авария с летальным исходом произошла 22 июня в Октябрьском районе Саранска. На встречной полосе на трассе Саранск-Сурска и Ульяновск столкнулись Kia Rio, ВАЗ-2112, Lada Granta, Ford Mondeo, Renault Sandero. А водитель Nissan X-Trail попытался уйти от столкновения с машинами, но врезался в столб. В результате ДТП водитель Kia Rio от полученных травм скончался на месте ДТП. Водитель и 21-летний пассажир Ford Mondeo с различными травмами госпитализированы. Пьяный водитель покалечил себя и столб. Авария произошла 23 июня в Саранске. 70-летний водитель автомобиля ZAS Chance на проспекте Ленина не справился с управлением и врезался в световую опору. Полученные травмы мужчина будет лечить дома по рекомендациям медиков, а после ходить пешком, так как у водителя установлено алкогольное опьянение, что влечет лишение права управления. Саранске 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 Редактор субтитров А.Семкин